Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тут погромче, поближе к микрофону. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня расскажу о тех отчетах, которые имеются в действующей версии электронного журнала. Имеющиеся формы отчетов в электронном журнале можно структурировать следующим образом. Оперативные отчеты, которые обеспечивают руководство школы, его заместители, учителей и классных руководителей информацию о состоянии дел в школе и в отдельных классах. В свою очередь, оперативные отчеты можно разделить на группы, которые контролирующие образовательный процесс и результат обучения. И вторая группа отчетов – периодические информации по учебным периодам. Отчеты перечислены на слайде. Их около 15, рассмотрим подробнее. Начнем с отчетов, которые расположены в модуле завуча. И поэтому доступны завучам школы. В этом отчете можно проверить дату последней записи в журнале, процент заполнения журнала, темы, процент написания домашних заданий, количество домашних заданий, заданное на одну дату, процесс наполняемости оценок. Следующий отчет. Для открытия отчета заполнения журнала учителем, прохождение тем, также размещенного в модуле завуч, из раздела отчет о заполнении предыдущего отчета, надо перейти по ссылке класс предмет. И здесь уже мы видим и календарно-тематическое планирование, пройденные темы, заданные домашние задания, содержание, даты и количество заданий, выданных на данный урок. Следующий отчет, также расположенный в модуле завуч, академическая задолженность, который показывает список учащихся, имеющих академическую задолженность в прошлом учебном году. Также в этом же месте можно в случае ликвидации академической задолженности внести соответствующие изменения, не внося изменения в журнал прошлого года. Следующий блок, который расположен в модуле завуч, это замены. Кроме того, что он позволяет организовать качественную замену уроков, но и получить в качестве отчета табель замен, а также списки замещенных уроков, замещенных учителей, а также учителей, которые проводили эти замены. Следующая группа отчетов размещена в модуле отчет и архивы. Первый отчет, который мы рассмотрим, это посещение электронного журнала. Доступ к нему имеют уже более широкий круг пользователей журнала завуч, сотрудники с доступом специалист и классные руководители. Отчет показывает список всех родителей и обучающихся выбранного класса, дата последнего посещения журнала. Имеется фильтр пользователей, которые не посещали дневник журнал или посещали давно, более двух недель назад. Также здесь можно получить подробный отчет о посещении дневника выбранным пользователем. Как правило, этот отчет классные руководители используют для контроля посещения дневника обучающимися. Следующий отчет – итоговые оценки обучающихся. Также к нему имеют доступ завуч, специалист, классный руководитель. Здесь имеются итоговые оценки обучающихся. Извините, а вот кого подразумевает под словом специалист? Ну, завуч, я понимаю, там замдиректора и так далее. Есть психологи, социальные педагоги, те, кто могут просматривать журнал, но не могут. То есть это не должность, это просто форма доступа, понятно. Да, это форма доступа. Следующий отчет – это пропуски. Здесь также по классу статистика отображается по календарным учебным периодам или за весь учебный год. Возможна фильтрация пропусков по болезни. И также цветом обозначаются желтая болезнь, зеленым – уважительная причина, красным – неуважительная причина. Следующий отчет – статистика обучающегося. Она имеет две вкладки. Первая вкладка, на которую сейчас мы смотрим, – это итоговые оценки, в которой отображаются оценки промежуточной аттестации по применяемых в данной школе аттестационным предметам. И периодом по предметам. И вкладка «Все оценки», в которой отображаются все оценки с указанием веса за выбранный временной отрезок. Аналогичную информацию обучающиеся родители видят в дневнике. Также доступ к этим отчетам завуча специалиста классного руководителя. Следующий отчет – качество работы педагога. Доступно завучу и учителю. Отображаются параметры класс, предмет, количество часов по плану, количество проведенных уроков в данном аттестационном периоде, количество обучающихся, а также подсчитанные по оценкам промежуточной аттестации, средний балл, успеваемость, качество, степень обученности в данном аттестационном периоде. Следующий отчет – это степень обученности учащихся. Завуч-специалист, классный руководитель имеет доступ к этому отчету. Можно сравнить степень обученности класса по выбранным предметам. Вот можно их выделять. И сравнить с усредненным показателем степени обученности по классу. И еще два отчета – это группа риска, доступ завуч-специалист, классный руководитель. Здесь представлен список обучающихся, имеющих средний балл по предмету ниже заданного уровня, а также список проблемных предметов. Допускается возможность сортировки данных по классу и количества проблемных предметов на одного ученика. В отчете группы успехов противоположная ситуация показывается. То есть список учащихся, имеющих средний балл по всем предметам выше определенного уровня. Здесь также можно отсортировать по среднему баллу. Обращаю внимание, что границы групп риска и групп успеха определяются каждой организацией самостоятельно. И последний отчет из этого блока – это дополнительное образование. Данный отчет показывает процент охвата дополнительным образованием обучающихся в каждом конкретном классе или группе. И классный руководитель имеет возможность внести сведения о дополнительном образовании, не включенный в список, полученный в журнале из единого сервиса записи. А теперь рассмотрим отчеты, размещенные непосредственно в журнале. И начнем с отчета «Анализ урока». Чтобы попасть в этот отчет, необходимо выделить урок. Вот выделена дата – 18 января. И внизу в конце нажать на «Выбрать функцию анализ». Этот отчет доступен завучу-учителю. Мы видим в табличке «Общее количество обучающихся», «Количество присутствующих», «Распределение отметок», «Средний балл по группе», «Качественное количество и успеваемость». Фактически мы видим освоение обучающимися класса группы материала урока. Отчет по предмету. Этот отчет уже более развернутый, но его можно посмотреть также в журнале, перейдя по ссылке «Отчет», размещенный рядом со ссылкой «Журнал». Вот наверху после слов «Информатика» две ссылки. Доступ завуча и учителя. Здесь реальный отчет по журналу «Информатика», «Восьмой класс». В верхней части учитель может видеть общую информацию по классу. Это маленькая таблица. Сколько всего уроков запланировано, сколько проведено, количество обучающихся и распределение средневзвешенного балла за выбранный аттестационный период. По формам контроля. Следующее. Вот большая таблица здесь в увеличенном виде. В основной таблице отметки распределены по формам контроля. И если предположить, что формы контроля сопряжены с видом деятельности, можно проследить успешность обучающихся в различных видах деятельности. Таблица разделена на три блока. Они цветом выделены. Первый блок – отметки со статусом «Контрольная», которые используются учителем во внутренней системе оценки качества образования. В данном классе это защита проектной работы, контрольная работа с весом 4 и тест с весом 3. Второй блок – текущие отметки. В данном примере есть устные ответы обучающихся, практическая работа, проверочные работы и самостоятельные работы. И третий блок – суммарные показатели по всем формам контроля. Давайте посмотрим, чем данный отчет полезен учителю для оперативного анализа своей работы. Для этого эту таблицу сделаем еще побольше и обратим внимание на результаты двух учащихся. Вот первые учащиеся. Средний балл – отметок со статусом «Контрольная» 5 баллов. Средний балл по текущим работам – 4,38 балла. Коэффициент контрольной и текущей оценки, то есть отношение средних баллов – 1,15. То есть обучающихся показывает по контрольным результаты лучше, чем текущие результаты. Почему? Каковы причины? В данном случае учитель знал, что девочка занимается в спортивной школе, много времени уделяет занятию спортом, и поэтому на выполнении текущих заданий не всегда у нее остается сила и время, но при подготовке и во время контрольных мероприятий собирается, концентрируется и показывает отличные результаты. Этот ребенок не вызывает опасений. На любой проверочной работе она подтверждает свою пятерку, это ее реальный результат. А вот со вторым обучающимся – противоположная ситуация. Ученик номер 2 на таблице. Средний балл отметок со статусом контрольная – 3 балла, а средний балл по текущим работам – 3,62 балла. Коэффициент отношения средних баллов контрольных к текущим – 0,83. Мы видим, что средний балл по текущим оценкам выше, чем средний балл отметок со статусом контрольная. Ребенок фактически на контрольной работе не подтверждает свои текущие отметки. В чем могут быть здесь причины? Ну, все понимают, что причины могут быть разные. И стресс, и трудности включения в работу, и накопление усталости, и трудности переключения между любыми видами деятельности. И в зависимости от причины учитель создает условия для ликвидации этих проблем. Для систематической тренировки необходимых качеств. Обучает формированию умения составить план выполнения работы. Тем самым учитель учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося, оперативно, не дожидаясь конца аттестационного периода. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok